Рекламно-информационная программа. Крупный план. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Вот с небольшим опозданием мы начинаем нашу программу. Крупный план в студии Владимир Маматов, пресс-секретарь завода «Авиотеч». Владимир, добрый день. Да, Аня, приветствую тебя. Пробился к нам через предновогодние пробки. Через великолепные снеговые заторы, заносы, пробки, да. Да, и мы с Владимиром, естественно, будем говорить сегодня о безалкогольном. И о юбилее, но чуть более подробно. Попробуем, по крайней мере. Честно говоря, хочется, Владимир, конечно, начать со впечатлений от пресс-конференции Владимира Путина. Хорошо, давай, два слова про пресс-конференцию. Может, все-таки попозже, а сначала о более серьезных вещах. Ну, смотри, как тебе удалось. Все, хорошо, сначала о более серьезных вещах. Вятич подошел к концу года с показателями роста. Ну, какой-то рост наметился, скажем так. Что-то немножечко поменялось, мы как-то пошли в гору. Посмотрим, продли... Вот для меня ключевой опрос – это январь. Потому что это самый мертвый месяц в плане торговли. Самый мертвый. То есть посмотрим, что мы будем чувствовать в январе. Если все будет тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, постучать надо по чем-нибудь деревянному, типа головы. Значит, если все будет хорошо и замечательно, то это продлится. Значит, стратегия была правильной, направление выбрано правильное. Планируете ли расширять ассортимент продукции? Да, конечно. То есть сейчас заходишь в магазин, видишь продукцию вятича, безалкогольную продукцию вятича, глаза разбегаются от этикеток. Будут ли какие-то изменения? Изменения будут в первую очередь касаться того, что я называю унификацией. То есть мы будем приводить, все этикетки мы будем приводить к какому-то одному заменателю. Будут линейки. Ну, о линейках можно подробнее там связать с безалкогольным и зеленым поговорить. Но я считаю, что сейчас та ситуация, когда неправильно выводить один сорт, этим ограничиваться. То есть мы будем развивать, допустим, зеленый безалкогольный у нас есть. Значит, у нас будет следующее тоже с годностью 31 день. Линейка целая, да, безалкогольная? Ну, это мое мнение. Пока оно не утверждено как бы руководством завода. Ну, я надеюсь, очень надеюсь, что так оно и произойдет. В одной из прошлых программ говорили мы о планах по выходу на соседние регионы в перспективе и на Москву, да? Ну, да, мы потом пойдем на город, как это в каком-то фильме 42-го года. Секретарь Акома там выписала. А теперь и на город. На город мы пойдем. Насколько оправданы планы? Абсолютно оправданы, я считаю. Значит, поясню еще раз. Мы считали приблизительно количество людей, которые готовы покупать продукцию вятича в окрестных регионах. Безалкогольную продукцию. Да, конечно, они составляют 10 миллионов. То есть 10 миллионов нам достаточно иметь там 5-7 максимум 10% рынка для того, чтобы чувствовать себя просто прекрасно. Это первое за всю историю Кирова, насколько я знаю, реальный выход. Пищевки за пределы. Потому что что-то поставляется. Мы сейчас... Нет, дело в том, что мы и в Москве, и в Питере, и в окрестных регионах по России... Наши товары представлены. Представлены. Но представлены на уровне там где-то 1-2 позиции, где-то они стоят, какие-то продажи есть. Все. Я надеюсь, что вятич выйдет в соседние регионы, и мы будем иметь там, ну, скажем так, хороший кусок. Вот так. Я почему спрашиваю, потому что это ведь для экономики региона в первую очередь важно, потому что вятич крупнейший налогоплательщик, как мы выяснили в прошлой программе. У меня есть... И ваше состояние, оно как бы там напрямую отражается на состоянии города в том числе. Нет, это 100% абсолютно, потому что если это все данные открыты, вы можете посмотреть прибыль АО «Вятич», потом посмотреть налоги, которые платят АО «Вятич», и увидеть с изумлением, увидеть, что они отличаются примерно в 15 раз. 10-15. То есть 9 рублей из 10 мы отдаем государству, бюджету и так далее. То есть понятно, что... Ну, я думаю, что людям, которые как бы думают на тему, что из себя представляет ВЯЦ и что он значит для экономики региона, вот полезно знать это с каждой полуторалитровой бутылки, что бы то ни было. Безалкогольного. Конечно. Либо вятского кваса. Совершенно правильно. Если я не ошибаюсь, 33 рубля уходит в бюджет региона. Только в регионы. Все. Вот ты покупаешь вятич, ты автоматически платишь за свои больницы, дороги и так далее, так далее, так далее. Ну, да, справедливости ради скажем, что ты не только там вятич продукцию можешь покупать, вот покупаешь продукцию местного предприятия. Любого. Абсолютно правильно. Поддерживаешь местного производителя, соответственно, поддерживаешь свой регион. Я в этом смысле абсолютный пандерналист, то есть я считаю, что необходимы местные власти, местные производители. Одно должно другое поддерживать. Мне читали недавно лекцию про то, что это какой-то неправильный подход, когда власть вмешивается в экономические решения. Я считаю, что наоборот, что власть должна вмешиваться. И Владимир нам постоянно приводит в этом смысле Татарстан как пример, на котором можно основываться. Потому что, когда люди читают учебники, а потом пытаются прикладывать учебники к реальности, у них получается обычно зимолета-попугай. Возвращаясь к расширению линейки. Еще одна тема, марка года, премию, которую предприятие Вятич получило за вятский класс. Ну, это не расширение линейки ни в коем случае, это разные темы. Нет, 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 ну как? Ну как, это же все равно расширение линейки разных линейок продукции. Нет, 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 нет. Хорошо, ладно. Смотри, объясните. Значит, марка года, прекрасная премия, с 98-го года она вручалась, когда мы узнали о том, что она нам присуждена, вопреки всем распространенным в Киеве мнениям, что ага, заплатили за премию и получили. Нет, ничего мы за премию не платили. То есть мы могли вообще ничего не платить, и все равно получить этот значок, получить это награждение. Илья Николаевич Курагин все равно поднялся бы на сцену Кремлевского дворца 14 декабря, все равно бы получил из рук ведущих, он сказал бы речь, мы бы аплодировали, и все. Мы заплатили, честно могу сказать, мы заплатили за размещение значка премии года на своей продукции. Заплатили сумму тоже, к сожалению, большинства местных завистников, небольшую совершенно. Она равна, скажем так, стоимость бюджетной машинки маленькой, не больше того, ребята. То есть мы заплатили очень немного. И это приятно, то есть решились мы на это по одной простой причине. Нет, это премия, мало того, что люди оплатили, а просили 200 тысяч человек в 76 регионах, раз. Это приятно, что у нас выбрали, раз. А второй момент, это то, что, ну, это уже такой, может быть, немножко провинциальный взгляд, да. Может быть, одна им будут смеяться какие-то очень умные люди из Москвы, да. Но мы так посмотрели, на этом конкурсе побеждают Samsung, кто-то там, Hewlett Packard, Coca-Cola, я не помню, он очень крупный. В общем, мировые бренды. Да, хорошие, приятные мировые бренды. Российские тоже. Увелка, там еще что-то. Ну, такие серьезные производители с хорошей историей. То есть мы подумали, что, ну, в принципе, в этом ряду, наверное, имеет смысл быть и нам. Ну, мы там и встали. То есть речь идет не о том, что вы за премию заплатили, вы заплатили за размещение значка. Мы взяли именно значок, конечно, конечно. Все-таки к расширению линейки продукции. Вятский квас взял марку года. Что планируется с вятским квасом? Ну, с вятским квасом. Будут новые, там, не знаю, новые виды, новые сорта. Смотри, у нас сейчас два молодежных сорта. Первый – это смородина. Вот этот вятский квас, смородин, ВК, да. Он с каким-то... Я сначала плевался, честно тебе скажу, когда я увидел первую рекламу с ним. Там был единорог, там еще что-то. Единорожик. Единорожик, да. Для меня единорожик – это какой-то уже... Возраст берет своя, то есть я не могу оценить адекватно, на самом деле. Ну, совсем там детские приколы, да, эти подростковые. Хотя надо бы, между прочим. Вот. Сейчас это показало, что единорожик у нас все нормально, идет хорошо. Дети, детям очень нравится. Они постят эти фотографии, ищут этот квас в торговых сетях и так далее, и так далее. Та же картина сейчас выпустили с обезьяной, с горивой, выпустили лесные ягоды, зеленая бутылка. Вы видите, тоже на полке, они сейчас есть в Кирове уже. Ну, мы надеемся, что тоже совершенно востребована будет аудитория. Мне он, кстати, нравится больше, чем смородины. Потому что там, во-первых, малина, а смородина – смородина. И, кстати, сразу вопрос. Там у нас, ребята, нет никаких искусственных вещей. Это натуральная смородина, натуральная малина. Все. Чтобы знали, то есть нет, там нет химии никакой. Нет, и количество идиотизма, которое по поводу производства вяча, я слышал за последний год, оно превышает нормальные режимы. То есть не буду пересказывать все эти бредовые вещи, но ладно. Смородина, лесные ягоды. Смородина, лесные ягоды. Наверное, потихонечку в следующем годике мы выпьем еще томаты. Еще один вкус. Да, конечно, не спеша. Тоже на молодежь ощутим. Да, пока детям нравится, пока они пьют просто прекрасно совершенно. То есть красивая, хорошая линейка, а аналогов практически нет. Фиатский квас. Да. К зеленому безалкогольному переходим. Ну, попробуем перейти. Единственный сорт или появятся еще сорта безалкогольного со сроком годности 31 день? Однозначно. Я тебе уже ответил в самом начале. Да, появится. Да, появится. Однозначно. Я на этом буду настаивать, покуда хватит моих скромных сил. Почему? Я предполагаю, что мы увидим летнее 31. Ну, это рабочее название, оно еще не утверждено. Но мы увидим, потому что основ... Летнее 31 безалкогольное. Вот летнее 31 безалкогольное. Основная претензия к зеленому безалкогольному 31, то, что оно тяжеловато. То есть люди... Слишком плотное. Слишком плотное. Да, большая плотность. Поэтому люди хотели бы пить что-то полегче, такое, как сказать, помягче. Вот сейчас технологи посмотрят, как это можно сделать. Там есть ходы определенные. Я думаю, что мы успешно выпустим. Но это вот отдельный момент, связанный это еще с тем, что, может быть, мы будем выпускать его все-таки в трехлитровой таре. Да, мы говорили в прошлой программе о том, что две бутылочки по полтора. Да, две бутылочки по полтора вместе посмотрим, насколько это... И оптом дешевле. Да, оптом дешевле, естественно. И это технический вопрос, то есть он до конца... Ну, помо... Вот мне вчера отдали документы, я еще их не посмотрел, но мне сказали, что, в принципе, решаемый вопрос. Вот, посмотрим. Значит, это вот то, что касается летнего, это самая ближайшая перспектива. Но я предполагаю, что мы, это возвращаясь к вопросу о выходе в соседние регионы, мы выйдем в них, вероятнее всего, с линейки 31. То есть мы сделаем... Безалкогольного 31. Конечно, 34. Безалкогольные зеленые, безалкогольные. Да, это понятно абсолютно. Скорее всего, будет еще два-три сорта. Безалкогольных? Конечно. И мы с этой линейкой аккуратно выходим в соседние регионы. Вот тогда мы сможем занимать нормальное пространство, нормально демонстрировать себя на полке и вообще выглядеть очень хорошо. Широкий ассортимент безалкогольной продукции. Совершенно верно. Со сроком годности 31 день. 31 день, да. Это крайне востребовано. Люди хотят свежего, люди хотят натурального. Но дальше начинается вопрос логистики, вопрос входа в регионы. Но я предполагаю, что все это решаемо. То есть линейка будет? Да, однозначно. Премиальный сорт безалкогольного пива, о котором мы говорили, к юбилею Карла Отто Шнейдера. Да, юбилей на самом деле Карла Отто происходит в феврале. Но к февралью мы ничего делать не будем, кроме поздравлений и так далее. Мы объявим о памятнике Шнейдеру. 13-го числа у нас это запланировано, что мы наконец решимся. 13-го января. Естественно, соберемся с мыслями и скажем о том, каким, где и что мы будем делать. То есть это достаточно помпезная вещь. Мы не пожалеем ни средств, ни усилий на это. Мы поставим Шнейдера на территории завода. Это будет достопримечательность Кирова, Кировской области. Будете фотографироваться, приходите, сидите там на скамеечке со Шнейдером. Ну, все стандартно. А вот премиальный сорт безалкогольного, неизвестно еще название. Это, скорее всего, это вырастет в линейку. А то есть все-таки тоже будет линейка? Я предполагаю, нет, все вот глобальная вещь, глобальное маркетинг, ну, это вот маркетинговая вещь, она глобальна. Надо думать о потребителе. Единственное, что является священной вещью для любого нормального маркетолога, это потребитель. То есть вот то, чего люди хотят, мы выпустим Шнейдер, этот первый премиальный сорт. Если он пойдет хорошо, а русский безалкогольный фантастический русский имперский стал, по моим ощущениям, он пойдет хорошо. Я попробовал экспериментальную варку. По цене он будет космическим, но мы будем искать способы, во-первых, снизить цену, во-вторых, расфасовать, может быть, в меньшей емкости отдельный момент. Если людям понравится этот вариант, то есть они пробуют, понимают, что это очень круто, и они хотят, в первую очередь, голосовый кошельком. Мы выпускаем второй, третий, четвертый, пятый. То есть у нас будет линейка Шнейдера. Как мы назовем эту линейку? То есть то, что на этикетке будет сам Шнейдер, то есть поясная... Об этом мы говорили уже, да. Вот эскиз есть, и он красивый, мне понравилось, красивый. Полковник Сандерс. Полковник Сандерс, да. Мы сделаем контурный рисунок, сам контурный. Вот контурный будет, скорее всего, на всей продукции, а это будет на этикетке. Ну, я говорю, я думаю, Шнейдер нам поможет. Это прекрасный немец, еще не раз поможет. Возвращаясь все-таки к юбилею, да, и к тем событиям, о которых мы говорили, которые анонсировали, все-таки привезете вы группу Металлику? Ой, вот я боюсь, что я в прошлый или позапрошлый раз мы с тобой говорили... Огорячились мы немножко. Нет, тут дело не в этом. Мы вот сидим, считаем, на самом деле, сколько нам придется вложить в продвижение в соседние регионы, да. И плюс мы начали рассматривать Питер как одну из точек привлажения сил. То есть сам по себе просто вот чуть-чуть показаться из траншеи в Питере, да, это стоит, ну, миллион двадцать-тридцать примерно. В рублях? Конечно. Ну, слава богу, пока в рублях, да. Ой, а вот, да, ты слышишь мои вздохи, понимаю, в чем дело. Значит, эти серьезные деньги, я рассчитываю, что на продвижение продукции Вяча в следующем году мы сумеем вложить очень серьезные средства. Безалкогольные продукции. Естественно. И, соответственно, хватит ли нам на Металлику на привоз? Вот это вопрос большой, потому что Металлика стоит примерно столько же, сколько мы планируем сейчас на продвижение Вяча. На продвижение в регион, да. На год. Да, но тут же надо делать выбор, там, да, либо продвигаться в регионы, зарабатывать деньги и платить налоги. Совершенно правильно. Либо привозить Металлику. То есть, я думаю, все-таки в этом году до больших развлечений руки не дойдут. Мы сделаем фестиваль в любом случае, который ограничение там, ну, поставим 16+, хорошо, ограничение по возрасту на фестиваль Шнейдер. Мы его проведем, мы поставим памятник, мы выпустим премиальный безалкогольный сорт однозначно, но, но, но с перевозом звезд мы подождем, я думаю, до 2021 года. Почему? Потому что я планирую, что в 2021 году мы приблизительно удвоим объем производимого. Вот если мы удвоим объем в 2021 году, вот просто зуб даю радиослушателям, тебе лично, что мы справимся. То есть, мы все-таки привезем кого-то, какого-то из мегазвезд. 2021 год. Хорошо, ловлю на слове Владимира Маматова, пресс-секретаря завода Вятища, и, собственно, очень короткое впечатление с пресс-конференции Владимира Путина, ограничение 0+. Значит, впечатление от пресс-конференции... Вопрос не удалось задать, насколько я видел. Нет, вопрос не удалось задать. А жаль. Это, естественно, ты расстраиваешься, потому что 4 часа ты трачешь на регистрацию, 4 часа потом сидишь в зале, вскакивая по минуту на свои дурацкие таблички. Полный рабочий день занимает? Да, совершенно правильно. Нет, в 8 начинается регистрация. В 16 ноября закончилась конференция. Полный рабочий день. Да, но в этот раз организаторы были... И без обеда. Нет, в этот раз организаторы были не на высоте, они устроили давку у залов, 700 журналистов стояли 2,5 часа в толпе. Ну, а это ладно. Впечатление от пресс-конференции плохое. Вот честно тебе скажу. Не по самому Владимиру Владимировичу, он как мог держал удар, там... Нет, ну, Владимиру Владимировичу никогда нет претензий, потому что чего-чего, а вести себя, отвечать на вопросы, он научился. Было пару моментов, которые, ну, таких шероховатых на самом деле, ну, можно не обсуждать. Ну, я просто знаю из разговоров со знакомым в Москве, что, в принципе, о ситуации с Фячем он знает. Он в курсе. Да, он в курсе. То есть, ну, это прекрасно. Это мы сейчас о какой ситуации говорим? Вопрос-то как? В целом, в целом. А, вопрос-то планировалось задать, да? Вопрос планировался. Вот у меня как раз издевались ребята, которые журналисты московские, на темно, что вы пытаетесь решить свои меркантильные задачи, да? Потому что я говорю, я хотел задать по Макдональдсу. Вот мы хотим встать в Макдональдс, в ФФС, в бургер, как русский продукт. Средским классом? Конечно. Ну, они же говорят, там русские продукты есть. Я говорю, нет, извиняюсь, там есть полуфабрикаты. А полуфабрикаты-то не русские продукты. Даже фамилия такая нехорошая. Вот, понятно. Немецкого фабриканта. Да, немецкого фабриканта. То есть, ну, не удалось, вот удалось задать вопрос Вадима Ванимовича в 2014 году, потом удалось задать ему вопрос в 2016 году. Ну, если бы я мог каким-то образом задавать вопросы Путину гарантированно. Каждый год? Да. И не по разу? Я думаю, что я просто не только ему не работал, я просто находился в какой-то другой местности вообще, в принципе. Ну, это вопрос важный по системам фастфуда, да? Это налоги, это реноме страны, это продукция, это масса сразу вещей. И в первую очередь, это категорически в интересах кировской области. Категорически. Будете продолжать попытки как-то пробиться? Всегда, всегда. Да, Владимир, я прошу прощения, я вот уже просто тороплю очень сильно, потому что время эфира заканчивается. И хотела я еще спросить, какими видятся перспективы завода в следующем году, и что бы вы хотели пожелать кировчанам? Потому что у нас сейчас вот последнюю неделю все гости. Что-то же делать. Кировчанам мы однозначно можем пожелать, чтобы по-прежнему они находили солнце в бокале безалкогольного вятища. Находили это солнце. С этим солнцем им бы казались гораздо приятнее эти зимние вечера, зимние дни, сами все праздники. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы качественный натуральный продукт, местный бренд, local бренд, безалкогольный, он заслужил и доверие, и в любовь, и внимание кировчанам. Вот мы сделаем все, на это уйдет может быть год, два, три, но через два-три года вы скажете, о, опять нас поздравляет любимый завод. Да, они сделали все. Они сделали все. Благодарю Владимиру Маматову, пресс-секретаря завода «Вятич». К сожалению, на этом программу нашу мы завершаем, но мы с Владимиром, я надеюсь, в следующем году увидимся. Может быть, и в этом неизвестно. А может быть, и в этом еще. Ура! Сюрприз! Все, Аня, счастливого, удачи! Крупный план